Рада приветствовать вас, наши дорогие друзья, и данным видео уроком я хочу вам представить наш новый продукт весенний-летний набор. Да, данный продукт уже присутствовал в нашем магазине, но это кардинально измененная версия, тем более, как обычно, мы все упаковали в удобную в использовании панельку. И данный видео урок, друзья, который будет демонстрировать работу панели, будет кардинально отличаться от всех других уроков, которые я создаю в помощь покупателям наших наборов. В данном же видео уроке, друзья, я буду наглядно вам показывать на примере обработки, которую вы сейчас наблюдаете на экране, процесс ретуши с помощью панели весенний-летний. И тут же я параллельно буду демонстрировать приемы, те же самые, которые можно произвести с помощью инструментов программы Photoshop, либо плагинов. В общем, в данном видео уроке мы с вами будем рассматривать разные способы обработки одного и того же фотоизображения. И давайте сразу же приступим к нашему видео уроку про сам набор. Я расскажу немного по окончании, а также подробно можете изучить, что входит в набор, какие требования для панели на странице продажи на нашем сайте. Ссылочку вы наблюдаете на экране. Ну и, конечно, друзья, нам стоит в самом начале провести подготовку фотоизображения в камере RAW. И здесь для студийного портрета мы также воспользуемся готовыми пресетами из весеннего набора. Но, пожалуйста, обратите внимание, художественные пресеты для данной работы, как вы понимаете и как вы можете наблюдать, совершенно не годятся. Данные пресеты больше подойдут либо для быстрой обработки, но далеко, конечно, не студийного вот такого портрета, а для быстрой обработки художественных съемок на пленере, либо уже для завершающего штриха, при котором мы хотим добавить на наше фотоизображение какие-либо художественные эффекты и тонировки. А вот пресеты из группы базовых и из группы портретных пресетов, да, вот они и подойдут именно для первоначальной подготовки студийных портретов. Но базовые пресеты также прекрасно подойдут к тем фотоизображениям, обработку которых вы не желаете ограничивать лишь конвертером RAW, да, а желаете лишь подготовить, сделать какие-то первоначальные правки проявки на фотоизображение, а далее художественную обработку производить уже непосредственно в фотошопе. Вот базовые пресеты замечательно лягут и подготовят вашу карточку к дальнейшей художественной ретуши. И, пожалуйста, не обращайте внимания, друзья, что именно на эту фотографию некоторые пресеты из базового раздела ложатся не очень симпатично, так как я эти пресеты настраивала под разные фотоизображения, снятые в разных условиях, с разным, соответственно, освещением. Так что я вас уверяю, что какой-либо из этих пресетов именно на вашу карточку ляжет очень хорошо. К данному портрету я применю базовый пресет под номером 5 и слегка его доработаю. Зайду в закладочку «ЧСЛ» по коррекции цвета и уберу насыщенность синих. И, конечно, воспользуюсь функцией трансформации. Процентов 80 случаев к изображениям я применяю данную функцию на начальном этапе подготовки. Подправляю геометрию и композицию кадра. Здесь я слегка поднимаю изображение, то есть саму модель, вверх, чтобы она визуально находилась хотя бы приблизительно на уровне глаз зрителя. Чтобы правки производились более корректно, можно двигать не сами ползуночки на настройках, а воспользоваться стрелочками на клавиатуре. И, пользуясь ползунком «Поворот», слегка исправляю наклон и посадку модели. На этом подготовка изображения завершена. Открываем фото в Photoshop. Делаю дубликат слоя из конвертера, растрирую его. Он у меня открылся, как вы видите, как смарт-объект. И низ дорабатываю произвольно. Выделяю квадратным выделением низ изображения. Зажимаю клавишу Ctrl-T и трансформирую, вытягивая край изображения вниз, удлиняя его, чтобы заполнить это пустое место, появившееся в ходе трансформирования. Следующий шаг – применение фильтра пластика, который мы также делаем довольно часто при обработке фотографии. Вначале, используя инструмент деформации, я слегка делаю объемнее прическу модели, делаю немного потоньше запястья девушки и слегка приотпускаю плечи, визуально удлиняю шею и чуть-чуть дорабатываю форму лица. Перехожу к ползуночкам по работе с деталями лица, лишь слегка увеличиваю губы и делаю тоньше носик. Посмотрим на результат работы в фильтре пластика. Следующий шаг – это ретушь. Будем пользоваться экшенами, конечно, из весенней панели. Открываем ее, заходим в соответствующий раздел «Ретушь» и используем на данном изображении операцию под названием «Частотное разложение». Здесь мы с вами, друзья, убьем, как говорится, двух зайцев, сделаем техническую ретушь и сделаем основную ретушь, используя для этого одну лишь операцию. И кто, друзья, знаком уже с нашими панелями, вы знаете, что при работе у нас выходят вспомогательные поясняющие таблички с рекомендациями для ваших действий. И этот экшен, друзья, не исключение. Следуем рекомендациям и при этом ориентируемся, конечно, на свое изображение. Значение в окошечках фильтров, использованное изначально при записи данной операции, в большинстве случаев универсально применимо к фотоизображениям, поэтому здесь я его также и не меняю. Итак, операция сработала. Открываем папочку и встаем на самый верхний серый слой, прикрепленный обтравочной маской еще к одному серому слою, на котором при частотном разложении у нас находится текстура. Так вот, на верхнем сером слое, используя инструмент «Штамп», будем делать техническую ретушь кожи модели. Обратите, пожалуйста, внимание на настройки инструмента «Штамп», особенно на данное окошко, в котором включена функция работы на активном слое. Также при технической ретуши обращаем внимание не только на лицо модели, конечно, но и на другие участки с кожей, а также и на одежду, если приметили недостатки там, удаляем. Когда мы завершили техническую ретушь, отключаем видимость серых слоев, отжимаем глазики, да, встаем на пустой слой под названием «Микс-кисть». Выбираем соответствующий инструмент «Микс-кисть». Обратите внимание, друзья, на настройки данного инструмента. В меню вы наблюдаете настройки для планшета, но для мыши во всех окошках настройки точно такие же, и лишь в последнем нажим для работы мышкой ставим значения не более 10, чтобы работать мягко и аккуратно и корректно. Работы здесь немного «Микс-кистью», да, нам стоит только лишь сгладить пятна, которые видны на коже явно. При этом, друзья, ни в коем случае не нарушаем светотеневой рисунок, который имеется у нас уже на фотоизображении. И чем удобна, друзья, данная операция вот таких пустых слоев, а работаем мы именно на пустом слое, вы можете создать сколько угодно по отдельности для работы, например, с кожей на теле модели, для работы с волосами, для разглаживания до волос, для работы с тканью, с одеждой. Просто создаете поверх данного слоя все новые и новые слои. И также, работая инструментом «Микс-кисть», разглаживаете нужные вам участки, и так как мы работаем методом частотное разложение, на сером слое у нас сохраняется текстура, вы никакой участок не замылите, у вас все будет очень аккуратно и красиво. Но, конечно, это будет зависеть от аккуратности вашей работы непосредственно инструментом «Микс-кисть». Взглянем на «Микс-кисть». Результат работы «Микс-кистью». И да, конечно, объем у нас слегка пропал, да? Объем можно вернуть, дорисовав его на отдельном слое, а можно вернуться на тот слой, где мы работали «Микс-кистью» по коже лица модели и слегка снизить его непрозрачность. Пятнышки на коже модели у нас некрасивые все-таки остались. Я это буду исправлять. Работая методом «Додж-н-берн», предварительно использую экшен «Дорисовка мягкий свет». Читаем также рекомендацию к данному экшену. И, как мы видим, данный экшен совсем прост. Он просто создает пустой слой в режиме наложения «Мягкий свет», но чем хороша панель, здесь он создает его по нажатию просто одной кнопки. И также есть возможность включить слои-помощники для «Додж-берна», при включении которых нам будут более явно видны все недостатки, которые нам следует удалить, работая вышеозвученным методом «Додж-н-берн». Поэкспериментируйте с настройками слоев-помощников для «Додж-берна». В основном экспериментируем, меняя непрозрачность слоя «Скин-хелп». Настраивайте под свое фотоизображение. Как я уже говорила, вам нужно добиться результата, при котором будут более отчетливо видны пятна на коже наших моделей. Итак, наши дальнейшие действия. Переходим на пустой слой, «Мягкий свет». Нажав данную клавишу, определяем основной и фоновый цвет, как черный и белый. И выбираем инструмент «Кисть». Мягкую, стандартную, круглую. И, друзья, особое внимание на меню настройки кисти. Тем, кто работает пером на планшете, очень рекомендую нажать вот эти две кнопки, которые регулируют нажим нашего пера. Значение в окошке «Непрозрачность» оставляем 100%, а вот значение «Нажим» регулируем, но не более 10%, опять же-таки, для аккуратной и корректной работы. Те, кто работают мышью, данные кнопочки нажимать совершенно не имеет смысла. Нажим можно оставить 100%, а вот «Непрозрачность» регулируем. При работе мышью, еще раз уточню, не более 3%. И для удобства, чтобы нам можно было видеть изображение на отдалении, для более лучшей работы, опять же-таки, друзья, мы можем открыть окошечко «Дубликат», а наше основное окно приближать до такой степени, до которой нам нужно, чтобы лучше проработать все-все пятнышки. И основным цветом я ставлю белый, так как темных пятен, как можно заметить, данное изображение больше. Но вообще, друзья, я должна вам заметить, что в данной обработке ретушь методом «Доджберн» совершенно не обязательно. Можно ограничиться другими операциями из панели, либо своими приемами, которыми вы привыкли работать. И, конечно, у вас может появиться вопрос, зачем же я тогда это вам все показываю. Друзья, во-первых, я хотела вам показать некие возможности панели, потому что по разделу из панели «Дорисовка» у вас, соответственно, могут возникнуть вопросы, зачем же нам эта куча пустых слоев. И вот один из них, мягкий свет, исключительно удобен для ретуши на нем методом «Доджберн». А во-вторых, друзья, это демонстрация работы со слоями-помощниками для «Доджберна». И те, кто совсем недавно начинает работать в фотошопе, также могут не разобраться, как же данную операцию, как данные слои можно применять и использовать. И вот, друзья, на экране вы видите перечисленные экшены, которые прекрасно подойдут вам для ретуши и настройки красивого тона кожи и прорисовки усиления объема. По завершению данного этапа работы, то есть ретуши методом «Доджберн», я продемонстрирую вам, как выглядеть будет картинка после использования вышеперечисленных экшенов. Продолжение следует... Ну и давайте, друзья, теперь взглянем на результат нашей работы методом «Доджберн» и вообще на общий результат нашей ретуши. Ну и для полноты эксперимента сейчас я вам не покажу ретушь полностью с помощью работы экшенов из весенне-летней панели. Для начала мы все-таки прорисуем еще светотеневой рисунок вручную. Для этого, опять пользуясь экшеном из панели, в разделе «Ретушь» есть экшен под названием «Серый слой». Запускаем его. Рисовать на нем будем, работая инструментами «Осветлитель-Затемнитель». Чтобы видеть реальный первоначальный светотеневой рисунок, видимость слоев с ретушью я полностью отключаю и начинаю прорисовывать, усиливать цвета и тени. Соответственно, по светлым участкам я рисую осветлителем, по темным участкам, то есть по теням, я рисую затемнителем, усиливая, делая еще глубже, тени. Ну и, конечно, хочу обратить ваше внимание на панель настроек данных инструментов. В окошке «Диапазон» ставим средние, значение процента экспонирования очень небольшое. Смотрим на результат нашей работы и, если требуется, проводим коррекцию последнего этапа нашей ретуши. На некоторых участках я делаю послабже эффект от «Доджемберна» и эффект от прорисовки светотеневого рисунка. Также делаю слегка слабже. В финале этой всей коррекции перехожу вновь на серый слой, где мы усиливали, друзья, светотеневой рисунок. Выбираю вновь инструмент «Затемнитель» и дорабатываю тени. Редактор субтитров А.Семкин Давайте взглянем на результат нашей ретуши. Ретушь довольно основательная. Мы и частотку применяли, и метод «Доджемберн», и светотеневой рисунок вручную прорисовывали. А теперь посмотрим результат от применения от них только экшенов, где ручками практически мы только рисовали слегка по маске. На панели «Слои» в названиях вы видите, что применены те экшены, которые я вам перечисляла, изображение я увеличила, чтобы вы более явно увидели результат от ретуши, сделанный с помощью одними только экшенами из весенне-летней панели. Согласитесь, друзья, результат очень даже неплохой и совершенно не стоит, конечно, излишне утруждать себя сложностями «Доджемберна», но все равно данную операцию я посчитала нужным включить в эту панель, так как многие все-таки желают делать более тщательную ретушь. И чтобы избежать каких-либо сомнений, которые вдруг могут возникнуть у вас, да, друзья, я вам продемонстрирую весь этап этой автоматической обработки с помощью экшенов в весенне-летней панели, результат, который я вам только что продемонстрировала. Вот на экране вы видите группу с частотным разложением, да, где мы ретушь сделали, и группу с ретушью методом «Доджемберн», и прорисовка светотеневого рисунка. Их я, соответственно, удаляю, оставляю одну частотку. Открываю весеннюю-летнюю панель, захожу в раздел «Ретушь» и включаю операцию под названием «Ретушь натуральная весна». И вновь мы наблюдаем вспомогательную табличку, которая нам рекомендует лучшие действия для доработки данного экшена. Но для начала мы выбираем круглую белую стандартную кисточку, рисуем по маске и проявляем на коже ретушь, которая у нас получилась в ходе работы данной операции. Друзья, обращаем внимание на настройки кисть, а в частности на параметр непрозрачности. На разных участках кожи регулируем под потребностью своего фотоизображения процент непрозрачности. Когда по маске мы проявили эффект ретуши полностью, и если вдруг забыли, что же обозначалось в подсказке, можно навести на экшен, на нем вы видите стоит знак вопроса, и подсказочка всплывает вновь. Мы можем прочитать рекомендации и последовать им, и доработать нашу ретушь, сделать кожу более бархатной, более приятной. Для этого я просто регулирую непрозрачность, как и было рекомендовано, слои детализации. Далее автоматическая прорисовка светотеневого рисунка. Для этого запускаем операцию под названием «Свет тень усилить». И вновь мы наблюдаем пояснительную табличку, следуем ей, работаем рисуя по черным маскам, появившихся в результате работы операции слоев. Инструмент «Кисть» у нас уже выбирается также с помощью экшена автоматически, она у нас уже активна. Цвет переднего плана уточните, чтобы был включен у вас белый, друзья. И здесь вам стоит лишь обращать внимание на процент непрозрачности кисти. Также регулируйте его в соответствии с вашими задачами. И если вы где-то в прорисовке переусердствовали, пожалуйста, нажимаем клавишу «Х» на клавиатуре, включаем для кисточки черный цвет и вытираем, корректируем излишнюю прорисовку. И, безусловно, друзья, экшены нам очень помогают, очень сокращают время. Это вам не на сером слое рисовать, да прорисовывать объем, где и за степенью нажима нужно следить более тщательно. И для коррекции нужно специально подбирать средне-серый цвет и переключаться на совершенно другой инструмент. И тем более данные слои, которые получились в результате этого экшена, не дадут вам чересчур уж переусердствовать с прорисовкой. Единственное, в данной коррекции вам нужно быть чуть повнимательней при прорисовке теней. Итак, следующий и последний шаг – это скинтон. Заходим в одноименный раздел, выбираем операцию, про которую я вам и говорила, под названием «Тон кожи номер 3». Операция также срабатывает. Черная маска появляется, белой кисточкой нам нужно всего лишь проявить красивый оттенок на коже модели. И вновь, друзья, нам стоит лишь регулировать непрозрачные кисточки. Где-то оттенок можно сделать поинтенсивным, а на каких-то участках менее интенсивным. И не боимся корректировать уже получившиеся в ходе работы экшенов слои. Разворачиваем группу с этими слоями, определяем, какой слой за что отвечает и что нас не устраивает. И корректируем. На данный момент экшен дал слишком много розоватых оттенков для этого фото. Слой под номером 3-2, именно он усиливает эту розоватость. Видимость его я совсем отключаю, а вот верхний слой под номером 3, я его докорректирую. Открываю этот корректирующий слой, захожу в синий и добавляю желтых тонов. Ну и, друзья, сосчитать совершенно нетрудно, сколько времени мы потратили на предыдущую ретушь методом Dodgen-Burn и прорисовку светотеневого рисунка, и сколько мы потратили сейчас, используя автоматические методы коррекции. И результат, на мой взгляд, друзья, получился совершенно не хуже, так что я свой выбор определенно сделала, а теперь выбор за вами. Но для данной обработки я оставлю первоначальный, сложный вариант, все-таки мне жаль и этого затраченного времени, и этих трудов. Ретушью я собрала в папочку, вспомогательные слои для Dodgen-Burn я отключаю. Теперь нам нужно вырезать модель, чтобы переместить ее на наш цифровой фон. В последних версиях Photoshop есть замечательный инструмент выделения объектов. Я просто произвольно выделяю модель, и он уже сам ее определяет. Захожу в окно доработки этого выделения, беру инструмент, который более тщательно определяет и вырезает волосы, и вновь выбрав инструмент «Быстрое выделение», дорабатываю вырез, прибавляю к вырезу еще скамеечку, на которой сидит модель. И чтобы данный вырез я могла доработать, в данном окошке у меня включена всегда функция «Новый слой со слоем маска». Открываю слой с маской выреза в Photoshop. И на этом, друзья, первая часть данного видео урока завершена. Обработка довольно непростая, и урок, соответственно, по времени тоже немаленький. Ну и дабы вас не утомлять, я разбила его на две части. И в этой части у нас была в основном ретушь, во второй части у нас начинаются самые интересные художественные приемы, художественные эффекты. Надеюсь, в первой части я смогла вас заинтересовать, и вы приступите безотлагательно к просмотру второй части данного видео урока. Я очень благодарна вам, друзья, за ваше внимание, и также буду вам очень признательна за ваши лайки, ваши отзывы и ваши комментарии. Приглашаю вас подписаться на наш канал, впереди у нас много интересного. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!